Свою речь губернатор Подмосковья Андрей Воробьев начал с темы патриотического воспитания молодежи. Больше года назад совместно с Министерством обороны России и мэрием Москвы в Одинцовском округе был запущен проект создания центра «Авангард», на базе которого у старшеклассников появилась возможность приобретать полезные военные навыки. Мы видим огромный спрос. 15 тысяч человек на сегодняшний момент в год может патриотический лагерь принять. Ребят, пока только мальчиков, но мы обсуждаем, чтобы и девчонки, которые увлекаются всем тем военным, интересным, смелым, тоже могли принять участие. Такой запрос мы видим. Дирекция лагеря очень внимательно смотрит и работает над программой. Важной темой видеоконференции стал вопрос о предоставлении жителям региона, рассрочке платежей за коммунальные услуги. Зима выдалась суровой, холода и сейчас не отступают. Отмечен рост электропотребления. Людям приходят платежки достаточно серьезные. 10-12 тысяч рублей вместо 6-8 тысяч, которые приходят в обычное время. Рассмотрите там, где это необходимо, рассрочку платежей и не начисляйте ни штрафы, ни пени. Соответственно, сделайте такой шаг навстречу, чтобы платеж ежемесячный облегчить тем городским округам, где они выросли, потому что зима, потому что низкие температуры. Затронул Андрей Воробьев и тему строительства социально важных объектов и предстоящих весенних паводков и благоустройства территории. Отдельно главы городских округов доложили губернатору, как в муниципалитетах идет подготовка к традиционным масленичным гуляниям. Будут масленичные ярмарки, это 44 торговые площадки, музыкальные и театрализованные представления, народные игры и мастер-классы, а также, конечно, традиционные чаепития, угощения и блины. Основной у нас площадкой станет по традиции Кушкинская поляня, полянов Захарова. Здесь мы 14 марта ожидаем более 10 тысяч гостей. У нас главный музыкальный гость уже тоже по традиции, Надежда Георгиевна Бабкина. В Ленинском городском округе масленичные гуляния пройдут на 40 площадках. Основная традиционно в Видном у кинотеатра «Искра». Здесь праздник состоится в воскресенье 14 марта. Юлия Пагасян, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.